Моё почтение, друзья! Меня зовут Константин и вы находитесь на канале KM Review. В преддверии выхода флагманов Samsung выстреливает в качестве разогрева новинки более низкой ценовой категории. В начале года это была A-серия в лице Galaxy A8 и Galaxy A8 Plus, и теперь очередь дошла до Galaxy J2, представителя бюджетной серии классификации Samsung. Но прежде чем начать знакомство с Galaxy J2, я хочу рассказать вам о том, как можно сэкономить при покупках в интернет-магазинах. Я уже продолжительное время пользуюсь сервисом умных покупок SmartySale, благодаря чему получаю кэшбэк со всех своих интернет-покупок. Число интернет-магазинов, с которыми работает SmartySale, уже превысило 900, и среди них вы наверняка найдёте свои любимые магазины. Мне иногда задают вопрос, кто и почему возвращает деньги? Как-то это всё странно. На самом деле ничего странного тут нет, друзья. Схема работы прозрачна, проста и не содержит никаких секретов. Основная суть заключается в том, что интернет-магазины дают кэшбэк-сервису вознаграждения за покупки, и большую часть этих средств сервис возвращает нам покупателям. Для получения кэшбэка нужно пройти простую регистрацию, после чего перейти в нужный вам магазин. Это может быть связной, сетилинк, м-видео и многие другие. Рекомендую не затягивать, а начинать экономить прямо сейчас, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Начнём знакомство с смартфоном с упаковки и комплектацией. Если флагманы поставляются в чёрных коробках, среднички в белых, то для J-серии Samsung выбрала голубой цвет. Хотя многое ещё зависит от рынка и модификации. Например, та же J2 Prime продавалась в белой коробке. Комплектация здесь спартанская. Помимо самого смартфона можно обнаружить кабель со штекером microUSB и зарядное устройство на 1 А. Всё самое необходимое здесь имеется. В общем-то, и ладно. Я приобрёл аппарат в чёрном цвете. Также доступен был вариант в золотистом. Но в чёрном цвете устройство, на мой взгляд, выглядит более строго. Вес устройства составляет 153 грамма, а размеры будут вполне удобными для большинства пользователей. Размер экрана составляет 5 дюймов и выполнен он по технологии AMOLED, как и в прошлогодних версиях J2. Экран добротный, с хорошими углами обзора. Здесь нет той размытости, что когда-то присутствовало в бюджетных моделях Samsung. Да, здесь всего лишь QHD разрешение. Ничего не поделаешь. Полноценный HD экран и Samsung бережёт, видимо, для версии J3. В настройках дисплея можно выбрать режим экрана, адаптивный, фильм AMOLED, фото AMOLED основной. Также можно отрегулировать цветовой баланс всего экрана, от холодных цветов к тёплым. А в самом низу имеются ползунки трёх основных цветов, красного, зелёного и синего. Например, регулировка красного ползунка поможет тем, кто видит постоянно на экране красноту. В руке аппарат лежит оплитой, и я думаю, что большинству пользователей будет вполне комфортно пользоваться им одной рукой. К тому же есть возможность уменьшить активную область экрана, включив режим управления одной рукой. Причём можно даже сделать отображение кнопок домой, назад и последнее в уменьшенном виде. Радует, что Samsung даже в устройствах начального уровня использует металл в корпусе. Рамка сделана полностью из алюминия. Кнопки управления размечены стандартным способом. Справа находится кнопка Power. С левой стороны клавиша регулировки громкости. В верхней части находится разъём 3,5 мм. Мне почему-то кажется, что если Samsung начнёт его убирать когда-нибудь в своих устройствах, то бюджетные модели это коснётся в самую последнюю очередь. На нижнем торце находятся microUSB для зарядки и синхронизации и микрофон. На тыльной стороне расположена 8-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой и мультимедийный динамик. Судя по всему, Samsung экспериментирует с расположением динамика на разных классах устройств. Оно отличается. На сегодняшний момент J-серия больше всего приближена к классическим смартфонам на Android, поэтому такое расположение динамика не кажется чем-то удивительным. Так же, в общем-то, как и съёмный аккумулятор, который является уже достаточно редким явлением в наши дни. Ёмкость аккумулятора здесь составляет 2600 для ампер-часов. Что для устройства с таким железом, на мой взгляд, является очень хорошим показателем. Автомномость J-серии самая высокая из всего модельного ряда Samsung. За день использования я нагружал устройство по максимуму, и посадить аккумулятор у меня, в общем-то, не получилось. Так что при среднем использовании на 2-3 дня можно смело рассчитывать. И я думаю, что пользователи этого аппарата, да и вообще J-серия, могут забыть про то, что такое энергосбережение. Из плюсов хочу отметить поддержку двух microSIM и карты памяти microSD. Для каждой из карт предусмотрен свой слот. На J-серии нет необходимости танцевать с бубном и делать какой-то бутерброд. Передняя часть корпуса также ничем не отличается от старых аппаратов Samsung на Android. Здесь всё также находится механическая кнопка Home и две сенсорные кнопки. Назад и последние запущенные приложения. К сожалению, сенсорные кнопки не имеют подсветки и не поддерживают виброотклик. В верхней части расположен голосовой динамик. Его качество хорошее. Голособеседника разборчив. Каких-то либо нареканий у меня к нему нет. Правее мы видим 5-мегапиксельную фронтальную камеру. А с левой стороны находится вспышка. Уже становится некой традицией у Samsung и у многих других производителей устанавливать вспышку для фронтальных камер на недорогие устройства. Видимо для того, чтобы как-то компенсировать недостатки камеры. Из коробки установлена версия Android 7.1.1. И я думаю, что до восьмерки он всё-таки в ближайшем времени также получит обновление. А версия оболочки Samsung Experience здесь последняя 8.5. Одной из первых программ, которую я устанавливаю на смартфоны Samsung, является PhoneInfo. Которая, как и никакая другая программа, не расскажет всю правду о вашем Samsung. И кстати, кто покупает смартфон от компании Samsung с рук, то обязательно проверяйте его этой программой. Тогда уж точно не нарветесь на подделку. Итак, программа нам показывает название модели, J250F, страну производства и дату производства. Как мы видим, устройство выпущено 10 января, то есть довольно свежее. 16 гигабайт памяти будет достаточно в том случае, если вы не любите устанавливать десятки игр и приложений. Но в любом случае, рекомендую приобрести карту памяти для хранения контента. Работает аппарат на четырёхъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 425. Для устройства начального уровня это вполне неплохо. Оперативной памяти, к сожалению, всего 1,5 гигабайта. И это очень мало даже для бюджетника. Необходимый минимум сегодня для Android устройств, на мой взгляд, 2 гигабайта. Проблем с перегревом или троттлингом у данного аппарата нет. Поэтому любители поиграть на смартфоне могут быть спокойны. В Antutu смартфон набрал 43 456 попугаев, что в целом ожидаемо. На большее количество наш сегодняшний герой явно не претендовал. К сожалению, автоматическая регулировка подсветки в аппарате отсутствует. Для удобства пользователей, производитель установил режим на улице, знакомый нам по некоторым предыдущим моделям Samsung. При включении режима включается максимальная яркость, которая автоматически выключится через 15 минут. Из датчиков здесь имеется лишь только акселерометр и датчик приближения. Я думаю, что никто не будет требовать высоких результатов от 8-мегапиксельной камеры данного устройства. При хорошем освещении снимки получаются вполне годными. И камеру вполне можно использовать в качестве основного фотоаппарата. Но если освещение плохое, то снимки уже получаются шумными. Интерфейс камеры подобен другим аппаратам Samsung, но здесь он несколько упрощен. Здесь вы не увидите стикеры или BXB камеру. Но зато есть фильтры и различные режимы съемки, включая режим Pro. Видео камера снимает максимум Full HD. И все бы хорошо, но сказывается отсутствие стабилизации. Вот так камера снимает на ходу. То есть видео на ходу получается очень отвратительное, на мой взгляд. И все вышесказанное можно отнести и к фронтальной камере. Как видите, селфи-камера звезд неба не хватает. Но не забываем, друзья, что это аппарат начального уровня. Поэтому многого от него ожидать не приходится. Звук мультимедийного динамика достаточно громкий. Звонок вы точно не пропустите. И к тому же он подойдет для комфортного просмотра видео. Давайте для примера запустим один из моих последних роликов. Моё почтение, друзья. Меня зовут Константин и вы находитесь на канале KM Review. Изначально у меня не было особого желания снимать видео о Galaxy A8. Качество звука в наушниках мне здесь понравилось. В настройках имеется эквалайзер. Как предустановленный, так и настраиваемый. Так что в качестве MP3-плеера аппарат вполне годится. Особенно учитывая удобное расположение разъема для наушников в верхней части. Также меня порадовало наличие FM-приемника. Я знаю, что в России есть куча мест, где нет доступа к сетям 3-го и 4-го поколения. И FM-приемник в таких местах будет хорошим вариантом. К тому же он может даже записывать эфир. Так, давайте его запустим. Также устройство поддерживает все основные виды беспроводной коммуникации. LTE, GPS, Wi-Fi и Bluetooth версия 4.2. По качеству приема сети замечаний нет. Уровень приема сигнала соответствует большинству других современных смартфонов. Официальная стоимость J2 2018 года составляет 9 990 рублей. И я думаю, что это неплохой вариант для тех, кому нужен недорогой смартфон с экраном 5 дюймов. Что на сегодняшний день уже является какой-то редкостью. Резюмируя все вышесказанное, отмечу плюсы и минусы данного устройства. Начну, пожалуй, с плюсов. Мне понравилось качество сборки. Собран аппарат на самом деле очень качественно. Каких-либо люфтов вашим покорным слугой замечено не было. Понравилось наличие экрана, сделанного по технологии Super AMOLED. Процессор от Snapdragon, а не то MTK или Spraytrum, как это было ранее. Также к плюсам отнесу размер памяти устройства. Хоть 16 гигабайт, по моему мнению, недостаточно для комфортного использования. Тем не менее, ранее в подобных моделях Samsung ставил 8 гигабайт памяти. Поэтому прогресс налицо. Ну и самое главное, это отличные показатели по автономной работе. Из минусов отмечу использование полутора гигов оперативной памяти. Пора бы уже ставить 2 гигабайта минимум. Также я думаю, что автоматическая регулировка яркости и виброотклик должны уже стать базовыми функциями. Поэтому, конечно же, досадно их отсутствие. Мы часто говорим о флагманах, но иногда забываем, что большинство пользователей не ждет от смартфона мега крутой камеры, мощного процессора и экрана с Quad HD разрешением. Огромное количество потребителей видит в смартфоне удобное средство связи, с хорошим экраном, возможность установить несколько приложений и, главное, доступная цена. Именно для таких людей и предназначен герой нашего сегодняшнего обзора. На этом все. Кому понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Кто еще не подписан на канал, добро пожаловать. Также рекомендую подписаться на группу Camryu ВКонтакте и Инстаграм. Ссылки есть в описании к этому ролику. Будьте счастливы, друзья. И не забывайте, все самое интересное еще впереди. Всего доброго. До новых встреч.